Дорогие друзья, я приветствую вас во имя Иисуса Христа. Хочу поздравить вас с Новым Годом. Пусть Божьи благословения будут преследовать вас просто весь Новый Год. Если в Старом Году вас преследовали, может быть, неудачи и только иногда удачи, то пусть в этом Новом Году вас преследуют неудачи, а благословения Божьи. Аллилуйя! Благословения Божьи приходят от самого Бога. Если вы в Него верите, если вы с Ним общаетесь, вы обязательно будете благословенными. Так же, как вы общаетесь с больным человеком, заразным, человеком, который болеет гриппом, то вы тоже заразитесь гриппом, скорее всего. Тем более, если вы общаетесь с Богом, вы переймете от Него все благословения, Его присутствие вас благословит. Я вот хочу вам пожелать две вещи на Новый Год. Две вещи, которые, как правило, в нашей жизни, если мы будем их делать, то мы будем это иметь. Итак, первое. Ты будешь верить тому, кого ты слушаешь. Вот как только ты начнешь слушать, вот источник, который ты слушаешь, ты начнешь ему верить. Поэтому сделай себя, огради себя от негатива. Весь негатив, негативные новости капут. Все. Если тебя что-то вводит в печаль, вот особенно это делают через новости, через телевизор, и если вдруг телевизор для тебя является врагом, он мешает тебе общаться, просто его выкини и все. Один пастор так и сказал, я, знаете, что дома поймал вора, который воровал мое время. Я, говорит, схватил его и вышвырнул. Вон, это был телевизор. Сам по себе телевизор не греет. Телевидение настроено так, чтобы тебя увезти от Бога. Интересным, неинтересным, важным, неважным, неважно увезти тебя от Бога. За телевидением стоит кто-то. И этот кто-то, это падший. Это точно я говорю. Сто процентов говорю. Если ты, ребенок Божий, позволяешь падшему говорить в твою жизнь, и ты еще с открытыми глазами вот так смотришь, или еще он у тебя фоном, то ты делаешь большую ошибку. Ты сам себе вредишь. Итак, второе. Ты будешь иметь то, что ты скажешь. То, что ты говоришь, слова это строительный материал твоей жизни. То ты и будешь иметь. Как, знаете, написано в Марка, Иисус говорил, если кто скажет, горе сей, и не усомнится в сердце своем, но поверит то, что сбудется по слову ему. Будет ему, что не скажет. Поэтому говорите своим проблемам, говорите своим обстоятельствам, ситуациям, говорите в свою жизнь, говорите только слова благословения. И с проблемами не церемоньтесь. С негативными вещами, я скажу так, негативные вещи от Бога не приходят. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. И задумайтесь, до Иисуса мы вообще о дьяволе ничего не слышим. Вообще ничего не слышим. Потому что все боятся его. Он так пригрозил, что только скажешь, у тебя болезнь сразу, у тебя диагноз обнаружится, у тебя там с ребенком что-то произойдет. И все такие думают, да ну его, знаете, я лучше помолчу. А Иисус пришел, как высветил. Как людям открыл глаза, откуда у них все проблемы. Кто стоит за всеми негативными проблемами? Кто стоит за негативом? Кто стоит? Тьма дьявола и его организация. Его бесы и демоны. Поэтому, если в твою жизнь приходит тьма, то смело наступай ее. Как я говорил, три последних воскресенья. Благословение или проклятие. Я надеюсь, я верю в то, что вы начинаете употреблять Слово Божие для того, чтобы благословения текли в вашу жизнь. Вот есть, как будто, знаете, дома есть кран с водой. Но только вам надо его открыть, чтобы потекла вода. Сколько вы откроете, столько потечет. Так же и здесь. Сколько вы будете открывать этот кран благословений, который идет и льется из Слова Божьего. Настолько вы будете благословенным. Итак, тема проповеди будет называться «Познание Бога». Библия, Слово Божие, дает нам знание о Боге. Но именно живое присутствие Бога дает познание. Знаете, мы можем сегодня слышать от людей. Бог такой, Бог такой, Бог такой, Бог такой. Бог вот такой, Бог вот такой. Бог вот это делает, Бог вот это не делает. Знаете, люди всегда будут вам говорить то, что как они это поняли. Они будут передавать информацию, пропущенную через себя. И вы, слушая их информацию, будете строить уже на пережитом ими. Не на оригинале, но на, как бы, последствиях их понимания. Поэтому Слово Божие нас всегда призывает тому, чтобы мы шли в оригинал. То есть, оригинал – это Слово Божье. Итак, вопрос такой. Хочет ли Бог, чтобы человек познал его? Представьте, что Бог не живет на земле. Нету Бога на земле. Конечно, если мы говорим уже обширно, мы скажем, что он везде и он во всем. Но, вот если вот, например, я захочу с ним встретиться и куда-то поеду на земле, то нету такого места, где бы я мог с ним встретиться, чтобы он так реально пришел, я как с человеком поговорил. Потому что Бог живет в духовном мире. Мы живем в физическом мире. И Бог нам подарил дух, плюс еще дал нам рождение свыше, для того, чтобы мы с ним встречались. И вот здесь, послушайте внимательно, мы можем встречаться с Богом на любом месте. Как Самарянка спросил у Иисуса, где нужно поклоняться? Там, в Иерусалиме или здесь, на горе? А Иисус говорит, не там, не в Иерусалиме. Представьте. Для всех, кто верит, что Бог живет в Иерусалиме, его там нету. Потому что если мы думаем, что он именно только там, и именно только там Бог принимает поклонение, нет. И только на горе, только в храме, нет. Иисус говорит, что вы будете поклоняться Отцу в духе истине на любом месте. Не на горе сей и не в Иерусалиме. Будете поклоняться Отцу. Но в духе и истине. А эта сфера, она как бы вообще непонятная. Ну как в духе поклоняться Богу? Вот как? Ведь мы же привыкли, знаете, поставить картину и поклоняться ей. Тогда ты видишь, чему ты поклоняешься. Поставил свечечку, все понятно. Вот сказал вот так вот, все понятно. А в духе как это? Вот из-за этого у нас идет непонимание, и поэтому у нас нету встречи с Богом. Деяние. Вопрос идет, ответ на этот вопрос. Хочет ли Бог, чтобы человек познал его? Деяние, 17 глава, 26 стих. Хорошо, если мы все будем открывать Слово Божье, будем вникать, будем следить, потому что через Слово Божье Господь говорит с нами. Деяние, 17, 26. От одного человека он произвел все человечество, современный перевод, чтобы люди засеяли всю землю, на которой он определил для всех время и место обитания. И все это, 27 стих, Бог сделал для того, чтобы люди искали его, могли ощутить его и найти его, хотя он и недалеко от каждого из нас. Аминь. Итак, Бог создал человека, всех людей Бог создал. И в определенное время каждый придет на эту землю и родится. Все, кого Бог запланировал, все люди, которые должны родиться, родятся именно в свое время, ни раньше, ни позже. И его план, чтобы люди заселили землю и познали его, нашли его. Играет ли Бог в прятки? Такое ощущение, что Он играет в прятки с нами. Он хочет, чтобы мы его искали. Видите? И все это Бог сделал для того, чтобы люди искали его. Как в прятках, знаете. Ну, вода вот настолько Он заинтересован, чтобы найти. Найти всех, всех найти, всех отыскать. Он такой прям бегает, 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 ищет. И такая радость, когда Он обнаружил. Ха-ха, я тебя нашел. Я тебя нашел. Представьте, это прятки. Бог хочет, чтобы мы Его нашли. Он спрятался не так далеко и не так хорошо, чтобы мы Его не нашли. Он спрятался для того, чтобы мы прилагали усилия, чтобы увидеть, что мы действительно Его хотим найти. И если Бог будет лежать, знаете, вот как земля, знаете, везде ее много, как песка вот так вот. Но мы и ценить не будем. А так вот немногие люди-то находят Бога. И немногие люди, соответственно, имеют ту радость и познание. Но я вам скажу, что Бог хочет открыться абсолютно каждому человеку. Чтобы каждый человек... Иногда мы думаем, что только особенным людям открывается Бог. Я вам скажу, особенные люди, это были простые люди, которые решили искать Бога в своей жизни. Это что-то стало в их жизни происходить, потом, как последствия того, что они нашли Бога, стали необычные вещи происходить. И люди, знаете, их сразу заносят в категорию особенных людей. Но я вам скажу, что все люди особенные. Все люди дороги Богу. Каждый человек. И Бог, Он хочет, чтобы мы Его нашли, потому что у Него есть для нас жизнь. У Него есть для нас счастье. У Него есть для нас судьба. Вот представьте, у Бога есть судьба для вас. И она счастливая, она благословенная. Она самая лучшая. Но вам, чтобы жить этой судьбой, этой жизнью, вам нужно ее найти. Вам нужно приложить усилия. Вы не будете жить той жизнью, которую Бог для вас предназначил, послушайте, если вы его не найдете. Как мы знаем из Слова Божьего, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Но как много христиан живут в совершенной воле Божьей? Как много христиан сегодня могут сказать, я в совершенной воле Божьей. Я живу самой счастливой жизнью, у меня все хорошо с Богом. Большинство, конечно же, только хотят иметь лучшего. Они хотят поправить отношения с Богом. Они хотят улучшить свою молитвенную жизнь. Они хотят больше читать Слово Божьего. Они хотят больше видеть Бога. Вы знаете, это говорит о том, что всегда как бы у тебя есть стремление. Ты еще не там. Если у нас есть только теория, если у человека есть только теория, вот ему рассказывают, всегда рассказывают, какой Бог, а практики нету, то такой человек лично Бога не знает. Он все знает о нем. Вы знаете, как есть люди, которые все о президенте знают? Все о других знают. Все могут рассказать. Кто, где, когда, что. Но в реальности они не знают и никогда не сталкивались с ним. Вот так и мы. Мы можем знать о Боге. Мы можем услышать краем уха. Но Бог хочет, чтобы Его присутствие тебя коснулось. Чтобы у тебя из разума Слово Божье опустилось в твое сердце. Чтобы ты познал Его сердцем. Потому что разумом невозможно понять Бога и познать Его. Потому что там будут вопросы только. Ответов там не будет. Например, начнем с первого. Бог, у которого нету даты рождения и даты смерти. Он всегда был, всегда есть и всегда будет. Я вас поздравляю. На это вы не найдете никогда ответ. Бог бесконечный. У него нету начала и нету конца. Бог больше всей вселенной. Вот сегодня запускают спутники там, что только не говорят. И на Луну там китайцы сели, спутник там и так далее. Мы не знаем, правда, неправда. Люди изучают вселенную, тянутся к звездам. Запускают спутники, говорят, что она такая огромная. Такие цифры называют. Такие цифры, такие расстояния. А Бог в Библии говорит, что Он измерил вселенную пятью. Просто взял и померил ее вот так вот. Говорит, вот такая вселенная. Просто представьте. Бог, в Которого вы верите. Бог, Которого вы читаете в Библии. Он больше всей вселенной. И как написано в Библии. Ничем высшим клясться не мог Аврааму, поклялся самим собою. Вот я вас поздравляю. У вас проблема. Потому что вы не найдете ответ. Ваш разум не найдет ответ. А как Бог может любить преступников? Вот это скажите мне. Как? Он отнял у матерей детей жизни. И Бог его любит. За что? Какая-то несправедливость. А вот тот хороший человек, ему надо было жить. Умер. Опять несправедливость. Опять несправедливость. И мы такие справедливые. Не можем найти никак правду. И разочаровались в Боге. А иногда люди разочаровываются в Боге по одной причине. Он не ответил на их молитву. Слушайте. Что если мы один раз помолились. Знаете, Бог тоже Иисусу не ответил на молитву. Отец. Он молился. Если возможно, да минует меня чаша сия. И молчание такое. Иисус говорит. Хорошо, мой отец любимый. Я понял. Я понял. Хорошо. Ушел. Такой опять приходит. И опять о том же молится. Иисус. Ну понятно же все. Ты же отца знаешь. Никто лучше тебя отца не знает. Ты опять приходишь. Опять о том же просишь. И опять молчание. А апостол Павел. А ведь знаете, сколько могло бы быть разочарования. В жизни апостола Павла. Он бы мог такие нюни пустить. Сказать. Я столько меня били из-за тебя. Я за Евангелие страдаю. Никто столько не страдал. Зачем оно мне все надо. Из-за каких-то проблемных людей. Которые даже не хотят слушать. Все. Я заканчиваю с этим. Мог бы разочароваться в Боге. Но он не разочаровался. Потому что познал Бога. Познал Его любовь. И это неотвеченная молитва. Молитва. Сейчас. Вы представьте. Она ответится в вечности. Такого не бывает. Такого не бывает, что вы молились и Бог вам не ответит. Просто у Бога есть свои времена и сроки. Иов тоже думал, что он знает Бога. И друзья Иова, мудрецы, пришли. И несколько дней молчали просто. Смотрели на все происходящее. Потом начали умничать. Доумничались до того, что Бог сказал. Я их не прощу, если ты за них не помолишься. Меня не попрощай. Я их не прощу. У них проблема теперь. Потому что они не так говорили о мне. Они говорили о мне неправду. Они пришли и говорили. Может ли праведный человек страдать? Иов. Значит, у тебя где-то что-то. Иов такой. Что? Что? Что я сделал не так? И он давай к Богу. Бог. Бог. Достучался до того, до Бога. Бог подождал. И начал отвечать Иову. И тогда Иов сказал. Я, Боже, забираю все слова назад. Кладу руку свою на уста. И буду молчать. И буду молчать. Все. Понимаете, когда он Бога познал. Когда он услышал Бога. Реально Бога. В своей жизни. Друзья. Нам нужно вас желать. Всем своим сердцем. Если мы уверовали в Бога. И этого он хотел. И он продолжает хотеть, чтобы мы его познавали. То представьте. У нас только зеленый свет. Вот в познании Бога у нас только зеленый свет. И просто от нашей жажды, от нашего голода зависит, сколько мы Бога съедим. Ты приходишь кушать. За стол садишься там. Там, например, буфет. Ты съедаешь столько, сколько ты можешь. Только сколько ты хочешь. Если ты перебился там чем-то непонятным печенюшками, понятно, ты не можешь больше. Не перебивайся мирским ничем, никакими печенюшками. Будь голодный Бога. Бог тебя обязательно накормит. Вкусно накормит. Иисус лучший повар. Он всегда ученикам готовил. Всегда. Приходил, готовил, любил кушать. И на небесах даже будем кушать, потому что там будет пир. Итак, как узнать, что человек познал Бога? Первое. Он встречается с любовью. Он не встречается с правилами. Нельзя, нельзя, можно, нельзя. Он встречается с любовью. Он встречается с такой силой, которой противостоять он не может. И это сила добра. Это сила настоящего добра. Он встречается с Богом, и он не может понять, как Бог может быть таким добрым. Как? У него происходит шок. Он думал, что Бог его, он не простит даже за все грехи. А Бог его обнимает и целует. И закатывает пир. Первое, что человек не может понять в Боге, ему трудно принять, потому что он привык жить по законам этого холодного мира, это то, что его любят. То, что Бог есть любовь. И он очень добрый. И у человека, у него шок. Он не может понять, неужели Бог такой добрый? Я не встречал такого доброго никого. Первое, что человек, когда мы знаем, и вы можете быть уверены, что вы познали Бога, это когда вы встретились с Его любовью. Что вы пережили Его любовь к вам. И вы, может быть, даже плакали от этого. И это нормально. То есть первое, когда человек узнает Бога, он переживает очень большую доброту Божью. Вот Его милость, помилование, Его любовь, никакого укора, никакого обличения. Он просто тебя прижимает, Он просто тебя любит. И ты просто переживаешь Его любовь на себе, на своей жизни, внутри себя. И Он тебя очищает и снимает груз с тебя. Вот это первое, что человек сталкивается с Богом, что Бог очень хороший. И второе, те, кто познал Бога, что с ними происходит? Мы, например, знаем, что этот человек познал Бога. Бог, то есть этот человек распространяет познание о Боге. То есть, когда ты познал Бога, ты начинаешь распространять Бога, хочешь ты этого или не хочешь. Вот представь, например, ты идешь по дороге. И вдруг ты видишь, что идет женщина какая-нибудь, она подскользнулась на льду и упала. Хочешь ты, не хочешь, тебе срабатывает. Просто срабатывает внутреннее такое движение, бежать и помочь ей встать. Ты сам не ожидал, но в тебе срабатывает такая функция. Или бабушка упала, или кто бы ни был, кто бы ни упал. Ты бежишь быстрее, помочь человеку подняться. Ему больно, он упал. Почему ты это делаешь? Тебя же никто не заставлял делать это. Ты сам, ну как бы, сам по своей доброй воле это сделал. Потому что ты добрый человек. Ты понимаешь, насколько тяжело сейчас человеку. Ты не стоишь, не смеешься. Ты не стоишь в стороне. Он упал. Ты бежишь помогать. И так же и здесь. Когда ты наполнен Богом, и ты видишь несчастного человека, ты обязательно поделишься с ним. Какой Бог хороший, как Он может помочь. Насколько Он живой, насколько Он любящий. Это произойдет обязательно. Для очень многих людей Бог закрыт. Но есть люди, для которых Он открывается. Будь этим человеком, для которого открылся Бог. Когда Бог для тебя откроется, у тебя будут происходить перемены. Иногда это будут даже ломки, как я говорил, что ты относишься справедливо к людям. А Бог не относится справедливо к людям. Не относится. Потому что Он относится милостиво. Представьте, если бы Он справедливо относился к людям, сейчас, когда Иисус пролил свою кровь, то зачем тогда кровь была пролита? Справедливо Он с Иисусом разобрался. Он сказал, ты ответишь за все их грехи. Ты ответишь. И ответил Иисус. Поэтому Бог не может сейчас справедливо наказывать людей. Вот когда люди откажутся от Христа, откажутся от помилования, от любви Божьей, и они скажут, нам не нужен Бог, то есть сами выберут, что мы будем расплачиваться за свои преступления сами. Вот тогда на суде Бог будет справедливо относиться с этими людьми. Он скажет, ты отверг жертву Иисуса Христа. Я послал, я тебе хотел помочь. Ты отказался. Теперь ты будешь отвечать за все свои преступления, которые ты сделал во всей своей жизни. Но сейчас Он не относится справедливо. Он относится с любовью. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Все люди. Просто представьте, все люди. Хорошие и плохие. Как можно верить в Бога, не познав Его? Многие люди, у них есть неверие в жизни. Почему у израильского народа была неверие? И написано, что они не вошли в землю именно из-за неверия. Почему? Они не познали Бога. Бог, в который жил внутри них, не был израильским Богом. Он не был живым Богом. Это был бык. Когда они сделали Бога, знаете, вот тогда и видно, по результатам, видно, в какого они Бога верили. Но Моисей, почему он не отошел от Бога? Потому что он познал Бога. Он познал Бога. Многие начинают верить. Многие начинают верить. Многие люди начинают верить. Хороший старт. Но из-за того, что лично не познают Бога, они отходят от Него. Представь, ты получил дар спасения. Ты получил первую любовь. И представь, у тебя в жизни больше перемен нет. Это все, чем ты живешь всю свою жизнь, воспоминания. Потому что у тебя проходит. У тебя приходят возраста теперь. Ты должен зреть в Господе и служить. К этому призван абсолютно каждый верующий. А у тебя просто воспоминания, как ты пришел к Богу. Это говорит о том, что ты не познаешь Бога, а если ты не познаешь Бога, вера без Бога мертвая. Мы иногда думаем, у одного человека живая вера, у другого человека мертвая вера. А я вам скажу, вера без Бога мертвая. Если мы не знаем Бога, нам не во что верить. У нас нет основания. Конечно, мы можем теоретически ссылаться на Слово Божие, мы можем, но внутри-то веры нету, силы нету. И поэтому многие люди отходят от Бога и разочаровываются, потому что нужно преодолевать различные барьеры. И старшему сыну нужно было преодолеть барьер. И так далее многим людям Никодиму надо было преодолеть барьер, все переварить, что ему Иисус сказал, родиться свыше. Аллилуйя, мы верим, что Никодим родился свыше. На той ночной истории, на тех ночных вопросах история Никодима не закончилась. Он родился свыше, он стал христианином. Аллилуйя, он стал служить Господу. Последнее хотел бы я прочитать. Иоанна 6, 68. Симон Петр, отвечая ему, отвечал ему, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Петр говорит, мы уверовали и познали. Мы пережили Тебя в своей жизни. И поэтому, когда Иисус сказал, вы не хотите отойти от Меня? А Он говорит, нет, нам некуда идти. Поймите, что человек, которому есть куда уйти, у него свои планы он строит, он обязательно туда уйдет. Если есть черный выход, ты им воспользуешься. Уничтожь все черные выходы, все запасные варианты. У тебя есть только Иисус. И у тебя есть только дорога вперед. Больше никогда назад. Только вперед. Только на небеса. И ко всем бы я еще хотел бы сказать, что это очень сложно, это иногда непонятно. Но многие люди, они познают Бога душой. И у них идет преткновение. А, а Бог, значит, несправедливо относится. Значит, несправедливо. А, вот Бог, значит, вот, знаете, я молился Богу, Бог мне не ответил. И, знаете, люди быстро делают решение. А где безусловная любовь? А представь, если бы Бог к нам так относился. А, я думал, что Он мне будет служить. Он даже на молитву не приходит. У него дела поважнее находятся. Все, я его вычеркиваю. Беру сейчас список. Вот, список беру, все. Он не пришел на молитву. Он постоянно не ходит на молитву. Я вычеркиваю, вычеркнул. Все. А Бог тут это не делает, правильно? Это мы делаем. Это мы делаем. Мы вычеркиваем Бога из-за того, что Он вот так вот не сделал. Да если бы Он так поступал, как мы поступали, нам бы уже был конец, друзья. Поэтому мы можем познавать Бога в духе через Слово Божие и молитву. Молитва очень важна на языках. Здесь опять душа будет противостоять и говорить. И что здесь такого? О, шара-бара-бара-бара-бара-бара. И что, Бог с этим связан? Конечно, связан. Вот от этого-то дьявол-то и бесится. Что раскодировать ему этого никак. А планы делаются. Воля Божия исполняется. И душевное христианство, оно не может проникнуть. И они это отодвигают. Они отодвигают. Духовные люди, они входят в это. Они берут этот молитвенный язык. Так же, как Иоанн, ученик Иисуса Христа, возлежал на груди Иисуса, знал его, три с половиной года ходил с ним. А когда увидел его во вселенной, когда увидел его в духовном мире, книги Откровения, написано, я пал, как мертвый. Он такого никогда не видел. Он никогда не видел Иисуса в духе. А здесь он увидел Иисуса в духе. Я был в духе в день воскресный. Будь в духе весь этот Новый год. Пусть Бог благословит тебя. Пусть Бог тебе откроется. Проси Его и ожидай Его. И не став Богу условия, если ты мне не откроешься, я уйду от тебя. И куда ты уйдешь? Петр сказал ему, некуда идти. Куда же ты уйдешь? Некуда идти. Продолжай верить в Бога. Продолжай молиться. И продолжай просить Духа Святого, чтобы Он открыл тебе Бога. Потому что в этом есть смысл. В этом есть цель. Потому что если христианин не знает Бога, у него потеряется смысл христианства. Когда он лично его не переживает. У него нет опыта хождения с Иисусом Христом. У него погасшее христианство. Христианство имеет смысл только когда есть живой Христос рядом в твоей жизни. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова